Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. Смотрите продолжение партии за королевство кушитов в Old World с новым дополнением на последнем уровне сложности, ну, все подробности в первой серии. Так что, если вы случайно наткнулись на это видео, переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, там я все объясняю и даже сейв первого хода можете найти, чтобы вместе со мной во все это сыграть. Так, давайте продолжать. Значит, у нас на данный момент две темы, так сказать. Война с вандалами для того, чтобы вот это место освободить и пытаемся отбиться от постоянных налетов варваров. Кроме того, так, у нас тут были какие-то события, давайте я лицо свое уберу, а нет, уже события все завершены. Так, чем тут у нас закончилось? Атакованы здесь у нас прачники и атакован Мероя. Два бездействующих чувачка у нас еще, ходатайство. Семьями вроде все нормально. Ну как, не все нормально, но типа на данный момент это нормально. С религией тоже, значит, с другими цивилизациями. Вот меня волнуют плохие отношения с Карфагеном, но у нас хотя бы силы с ним аналогичны. С другим соседом с Римом вообще у нас все зашибись. Так, и у нас 11 приказов. Посмотрим, что у нас рабочие могут делать. Тут я сделал амфитеатр, могу еще театр поставить, так? Собственно, вот этот может. Ну давайте вот этим театр я таки поставлю. Это все соседство дает городкам. И напоминаю, что они еще и растут у меня быстрее за счет чуда. Так, этот пускай вылечится. Теперь у этого уровень. Точность, то есть 30% крита. Ой, тут еще оглушение проходит. Может, давайте вот этого лучше оглушим? Или этого вообще? Вот этого давайте лучше оглушим. А этого попробуем добить. Так, не особо получается. А генерал тут? Принцесса Косако. И она у нас в команде... Давайте, наверное, ее в генералы реально добавим. Хотя лучше ее, конечно... Ее лучше к прачнику добавить. Потому что там такой же юнит должен быть. Ладно. Просто такое надо не забыть следующим ходом этому прачнику. Или сюда куда-нибудь, кстати. О, давайте вот этого... К этому прач... А, на другую... Нет, она подойдет сюда. Она в любую семью подходит. Потому что она наследница. Вот так сделаем. Так, тут вылечимся. Тут, наверное... У нас еще два приказа. Никаких... Думаю, вот лучше сюда встать. В гарнизон и укрепиться. Вот так я потрачу приказы. В случае, если Карфаген нападет, он явно пойдет скорее на Сисебе. Чем на Керму. Ну, в Керме у меня хотя бы юниты есть. То есть, есть шанс, что... Ну, с другой стороны... А, у нас перемирие. Да, у нас мира ни с кем нет. Да, может... Карфаген может в любой момент войну объявить на самом деле. Тут он ходит, он... Некрополь достроили. Так, знаменитый поэт сочинил новую трагедию, которую он собирается ставить в одионе города Мироя. В качестве основы для своей пьесы он использовал множество мифов-кушитов. А основной темой сделал людскую гордыню и небесные кары. Боги в этой трагедии показаны жестокими и непреклонными. Они не щадят людей и не жалеют для них наказаний. В одной из сцен, например, Амани демонстрирует особую, совершенно нехарактерную жестокость. Несмотря на критику жрецов, поэт обещает, что это лишь самое начало истории. А в следующей пьесе боги будут показаны добрыми и благосклонными защитниками людей. Так, нанять его для своего двора не получится. У нас соцкапитала не хватает. Лично заказать пьесу 120 культуры в Мироя и запретить проказ прессы. Нет, давайте закажем. 120 культуры, это 120 культуры. Слуга вашего брата приходит с просьбой. Тот хочет взять золото из казны на покупку шелка для новых нарядов. Он настаивает, что это просто необходимо в его царственном положении. Ну, давайте дадим. Повторяю, у нас, блин, денег дофига. О, видите, добрались мы все-таки до этого сорга. Так. Против генерала из деревьев. Ну, наверное, точность повышаем. Здесь давайте добивать. Тахарка воин, известно. Но он и был воином у нас. Давайте этого оглушим. Рассказы о вашем боевом лидерстве впечатлили вандалов. И от ней я не желаю заключить мир путем переговоров. Нет. Нам же... Ну, у нас идея вот эту территорию зачистить, чтобы там город поставить. Поэтому смысл нам... Так, вот этим, я думаю, починим сети. Так. А я могу еще деревню строить? Могу. Тогда, наверное... Давайте сюда деревню. Так, а вот тут, наверное, будем подходить потихоньку. Фермер завершен. Делаем... Поэта-ученика. Так, все. Нехватка приказов все еще у нас. Интересно, у нас есть какое-нибудь чудо на приказы? Там, по-моему, было какое-то, я смотрел. Колосс, по-моему, кстати. Турноморье. Но там он требует и камень, и железо. Еще надо посмотреть, что там для колосса. Так, а эти-как эти набег, смотрите, вандалы новых сделали варваров, но у них набег пошел на Карфаген. Это нам на пользу. Произведения наших лучших драматургов побывали на сценах многих дружественных городов по всему свету. Теперь другие народы требуют от своих же творцов более художественно богатых работ. Посланники из Хеттского царства прибывают ко двору в надежде обучиться у наших мастеров. Желаем ли мы поделиться секретами драмы? Так, мы можем случайную теху получить за это. Получает драму, легитимность, культуру. Все города 80 культур. Лучше вот это возьму. Роскош и величие Кермы вызывает зависть у обитателей Малаки и граждан Карфагена. К вам с деловым предложением явились шпионы, желающие Малаки славы кушитов. Это, конечно, здорово, но открыто поддерживать их может быть опасно. Так, полностью поддержать повстанцев. Мы получим копейщиков в Керме в Малаке минус 10 здоровья, 6а и Карфагену войну. Выделить повстанцам деньги. Вот я бы лучше деньги им выделил. Пускай там мятежники появятся. Четыре мятежника в Малаке. Да вы задолбали. Мне не нужен мир с вандалами. Каждый ход мне мир предлагают. Богатые жители Дакки хотят устроить общественное пиршество в честь неувидающего процветания города. Они попросили наместника Теретикуаса-младшего занять на нем почетное место. Как ему поступить? Казателями любезничать и оттрапезничать у него будет дисциплина. Плюс отдать недоеденные явства нищим и сохранить. Давайте мудрость. Казна с Исаби переполнена золотом. Правительство у нас тоже, в принципе, переполнено золотом. Правители города бросились финансировать важные проекты. Так, сохранить на будущее, выдать талантливым ученым, нанять больше чиновников. Ну, сейчас пока соцкапитал дать, наверное, учебо-военную подготовку откроем. Как раз. Так, тут тоже опять мудрость прокачиваем. И бесплатное поселение. Как раз в тему. Очень в тему. Так, и у нас появился жемчуг лишний. Надо будет... Ну, потому что я тут починил. А, ну, я пока подумаю, отдавать или нет. Нам тут походить сначала надо. Крит прошел. Ну, не должны вроде этого убивать. Я просто хочу тратить приказы на то, чтобы подходить здесь к вандалам. Вместе, через два года появятся юниты еще. Так, строим казармы. Строим вокруг цитадели, потому что соседство с цитаделью дает бонусы казарме. Так, а тут деревню. Еще можно деревню. Блин, я бы все-таки самого казарму строил сначала. Все, приказы закончились. Форум. Ну, уже форум третьего уровня даже тут возможен. Смотрите, мне осталось один город сделать развивающимся. Но проблема в том, что у меня всего городов четыре. У меня просто всего четыре города. Я думал, что я раньше поставлю пятый. У меня десять ходов осталось. Мало того, чтобы пятым сделать, так еще и... Ну, пятый город поставить, так еще и сделать его развивающимся. Походу, не выполню эту... К сожалению. Я сейчас куда-то на меня нападет. Я надеюсь, что не все юниты сразу попрут. Мы тут еще и мечники с лошадьми. Это нормально такие восставшие получились. Там еще варвары бегут. Это, конечно, поднасрал немножко. Нет, неужели убили прачника? Последнее время вы думаете о том, чтобы улучшить отношения с царем Рабихом Амбициозным из Карфагена. Кто знает, какие плоды могла бы принести такая дружба. Миссия по оказанию влияния может помочь вам добиться этой цели. Хотите оказать влияния на царя? Ну, давайте. Бесплатно причем. Да ладно, убили прачника. Фак. Ну, тут что-то как-то... Очень мне больно постоянно. Надо еще юниты строить теперь. Спасибо за субтитры. Сорка, наверное, давайте это обработаем. Так, здесь деревня строится. Вот этот амфитеатр будет здесь у меня потом. Может, светилище какое? Да, только надо... Саму Бомакала, Милула. Может, здесь тогда поставить это светилище пока. Так, и скаутом немножко подойдем. Понимаю, сейчас следующим ходом появится еще юнит. Но мы этого убьем точно. Но вот хватит нам силы того убить, не уверен. Да, тут с повстанцами в итоге Карфаген разбирается. Так, бесплатного поселенца. Метафизику надо сказать, чтобы вот архивы делать. За кучу науки дает. Во время странствия ваши разведчики попадают в жуткую грозу. Промокшие и продрогшие они внезапно встречают группу странников. Сперва новые знакомые недоверчиво изучают друг друга, но все быстро понимают, что никто не желает конфликта. Странники оказывают помощь вашим разведчикам и рассказывают, что пришли из далеких земель под названием Ассирия. Спасители объясняют, что они исповедуют иудаизм. Их вера поощряет доброту и милосердие. Они приводят ваших разведчиков к руинам неподалеку, где вместе пережидают ливень. Как вы отреагируете на рассказ о доброте чужаков? Я бы просто отправил дары в благодарность. Так, Мироя в осаде. Ну, это потому что там атакуют его периодически, правда, на самом деле он не в осаде. Давайте мы, наверное, счастье возьмем. О! Или приказы. Давайте приказы. Спасайте знатных особ и их имущество. Смена власти редко проходит бесполезненно. К сожалению, лишаизм это тоже касается. В трудной борьбе за должность патриарха царица-консорт Порция устроила не один мятеж на улицах Мироя. Такими темпами хаос охватит всю страну. Нужно что-то делать и быстро. Царица-консорт Порция, ну это наша супруга, да, считается ценным союзником среди верующих. Что вы предпримите, чтобы не дать сместить патриарха? Ну что, под стражу заключить? Заключаем под стражу жену. Так, Холливуд. Наместник в Пермай, придворный ученый. Уровень получает раскопщик. Рудник и каменоломня. Вдохновляющий. Их они. Раскопщик у нас там. Два рудника, как минимум. Так. Чуть-чуть не хватает добить его. А что, у нас царь нигде не сидит наместником? Хм. Ну давайте его к этому мечнику добавим. Так, а тут надо стоять. Так, этот рукопашный, этот стреляющий. Ну давайте мастер счета повысим. Хотя бы против стреляющего. Поэт-ученик сделан. Ну, форум, наверное. Подводим по село. И скаутом исследуем. Наверное, даже вот так. Чтобы мы, во-первых, спрячемся. А во-вторых, будем смотреть, что тут. И этот, наконец, скаут может походить. Блин, вообще нам бы... Слушайте, давайте мы жемчуг. Надо было не до конца ходить. У нас два хода. В каком городе у нас есть жемчуга? Получается, в даке. Так. Ход. Просто он... Два приказа стоит отправить ресурс роскоши. Вот так. Нормально. Так, отношения с семьями. Минус 40. С этой... Минус 40 означает, что у нас минус 5% к силе... Юнитов этой семьи. И... Плюс 10% к содержанию городов этой семьи. Не, по-разному, как мы в Малаке подкупили. Так, в даке мятежники у нас появились. Улучшили отношения с Рабихом. Тут все лишизм у нас распространяется. Патриарх Анламани Герой решительной поступью ведет к трону группу лишийских служителей. Долгих тебе лет, жизни, мой царь. Прошу, услышь просьбу рабов божьих почти ликом своим освящения храма в городе Керма. Почтем за честь, но минус 4 приказа. А вот, сильный зато. Колесницу получим. Классный плюс 40. И всего лишь 250 железа, которого у нас дофига. Отлично. Колесница тут очень в тему. Так, не говорите, что Карфаген объявил войну вандалам. Ну да нет, вроде перемирия написано. Предложение брака вашей дочери. Фанатик или интриган. Блин, мне и тот, и тот не особо нравится. Ну это хотя бы мудрый. Ладно, давайте, наверное, вот этого интригана возьмем. Амину рисковый. В Дакке явились так называемые дипломаты, представляющие интересы царя Кассандра Амбициозного из Греции. Чем сильно встревожили семью Ям. Ваши подданные боятся, что чужеземный царь попробует захватить власть в Дакке, ссылаясь на то, что город стоит на земле его предков. Нифига себе, вон где Греция, да? Защищает амбицию захватить два иностранных города. Это вряд ли. Отдать Даку? Нет. Вот лучше получим ополченцев и амбицию издать закон добровольца. Вряд ли я, правда, ее выполню. Про странные речи олигарха Аманибахи-дипломатов Сесеби, осуждающие наше правление, уже отразились на народном мнении. Все меньше жителей Сесеби продолжают поддерживать вас. Так, ну давайте, надо покарать. Ну, к сожалению, нам придется нового наместника нанимать. Наследница Косака огорчена заключением своей матери в темницу. Она умоляет проявить милосердие. Что будем делать? Боюсь, нас скоро замочат за такие эти. Ну, блин, два... Ладно, давайте выпустим порцию на свободу. И прокачиваем мудрость. Я думаю. Так. В Сесеби... Правда, уменьшит рост, к сожалению. Еще и несчастье давать. Нос какие-то такие хреновые сейчас придворные. Но надо кого-то ставить уже. Так, воин завершен. Ну, продолжим, наверное, армию делать. Так, вот тут, наверное, в первую очередь мы походим здесь. Что бы с вандалами разобраться. Злодейские методы принцессы Косака продажной слывут уже повсюду. Рассказы о подлостях ее кушитских воинов и их склонности к всякого рода жестокости расползлись по всему миру. Принцесса Косака злодейка. Получает статус печально известный. Вау. Моляя благосклонности, выжившие представители знатных родов племени вандалов предлагают вам множество украшений, одеяний и символов, олицетворяющих их культуру. Ожидается, что будучи завоевателем, вы будете носить эти традиционные наряды. Наши генералы ворчат за вашей спиной, однако понимают, что в благосклонном отношении к побежденному народу есть своя мудрость. Так, не позволю дикарям пятнать мое имя. Все принадлежит мне по праву власти. Давайте не позволю пятнать мое доброе имя. Мне деньги не нужны. А вот легитимность набирать... А, так мы просто убили. У нас Крит, судя по всему, прошел. Отлично, мы заняли это место. Следующим ходом тут город поставим. Римский мечник с хетским прачником. Смотрите, как воюют. Так, я хочу вот эту фигню добить. Так что я куплю ход. Надоели. У меня много юнитов и мало приказов. Не могу понять, как мне эту проблему решить. Постоянно приказов не хватает. Хотя, я смотрю, там у других-то не особо сейчас много было. Не намного больше, чем у меня, прямо скажем. Ваш брат от Ланерса Праведный обдумал свой недавний опыт и извлек из него много ценных уроков. Мудрость. Плюс мудрость. Так, ну тут даже мы, наверное, марш возьмем. Чтобы город уже поставить. Так, а вот чей? Ну, точно не охотников будет. Нам надо решить мастеров. Наверное, в данном случае земледельцев. Еще и реку нашли. Ага, вон вандалы там дальше. Я просто думаю, может мне как-то собраться переплыть и хатусу захватить? Хеты не могут больше вообще городов поставить. Бедняги. Вообще, как бы предполагается, что это цивилизация для игры от обороны. А я тут в нападение. Так, это у нас уже пять городов. Смогу ли я за шесть ходов этот... Ну, в принципе, если я кучу юнитов убью... Вообще, в принципе, можно, да? Это надо очень постараться. Тут слишком много юнитов у вандалов. Может, они сейчас на меня набегут? Я их как-нибудь почикаю. Вдруг. 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 все закончились давайте купим кинуть счет рабочие доступны еще этот доступен да так но тут два приказа не хватит ему чтобы что подождите к подождите к вот этого теперь сюда надо перевести казармы дают опыт юнитам которые бездействуют поэтому покупаем переводим оставляем его здесь дальше нам надо вот этого еще тоже два приказа покупаем у нас пока есть муштра и вторую казарму строим как среднем что нам типа все это дает вот так нажимаете на запятую или на букву b на русской раскладке и вот две муштры дает это это кстати тоже увеличится как правило что приказы если рядом казармы строить так что норм ведь у нас блин 11 юнитов не ходит 11 у нас юнитов очень много получилось а данный я так понимаю где-то здесь пошел нет не пошел опять налет коломируя во дворец с визитом прибывает царская семья из карфагена во время вечернего застолья принцесса зон бак из карфагена ни с того ни сего хвастливо заявляет что из нее царица выйдет лучше сука и лет вообще 17 царь арабих доблестно из карфагена гневно и и одергивает и поворачивается к вам за поддержкой давайте поддержим его но практически уже до конца улучшили отношения давайте каменоломню давайте казарму увидите у нас уже тут поселок вот просто деревня дает 20 монет а это 30 монет но еще прилегающим вот ведь там культура и счастье это за прилегающие вот эти вот так а здесь я хочу эту кушетскую пирамиду бахнуть сдохни так вот тут нам надо армию подготовить сюда генерала нету да к сожалению если получены повреждения против пехоты это же все пехота считается по моему пехота пехота на это все пехота так что давайте против пехоты нормально всего пять юнитов не походили благодаря плеснице мы реально можем за ход много юнитов убивать потому что у нее есть способность как она называется штурм если вы убили ют и рядом есть еще один юниту можете его атаковать и итак мы можем реально несколько прям завалить еще мятежники у соседей сколько можно так что этот строил интересно форум служитель ну наверно надо поэты еще или нет или может камне тесов городские улучшения быстрее строятся позначительство точно не хочу может стены на всякий случай тут еще будет плюс счастье если юнит семьи находится или совет просто провести давайте совет тут посла назначим 33 мнение чужеденства плюс 45 но минус 20 и религия с религию нас вроде норм отношения но блин я бы наверно копил лучше на на то чтобы объявить государственные религии то 400 требуется а требуется еще и надо открыть божественное правление еще требуется открыть ладно что не буду пока но вот тут на сорга надо точно обработать так 13 приказов кровожадный против поврежденных целей ну штурм это при атаке так 11 приказов но я бы выдвинулся возможно следующим ходом имеет смысл начать сколько у нас тут дальнобойных вот эти по моему метатель метатель 3 он тогда мастер счета давайте здесь против племена не хочется на самом деле прокачивать против племени мышь их всех у хотя она давайте против племени так и скаутом сюда встанем ух ты блин тут раз два три четыре пять шесть семь юнитов все укрепимся они мне кажется будут коня атаковать я возможно коня вперед зря вывел не очень не совсем тактически верно 24 хода там у ассири но вы у меня варьируется количество ходов потому что я нет 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 о меч прачника блин ну как так в этот не честно и они почему-то знают кого атаковать надо все минус прачник блин так метафизику открыли дальше давайте наверно блин у нас пастбище по мне где даже делать поэтому все давайте пастбище во время стройки в миро и работники раскопали древний храм подгребенный под местом сеток это мы уже уже с помню происходило подобное давайте разберем не надо я не хочу проклятым быть в прошлый раз это при первой царице по моему происходило так вот видите мы сейчас его убиваем на его конец останется на его место и может еще раз атаковать блин чуть чуть не хватает если бы не убили того прачника мне бы хватило чтобы этого убить и еще этого про атаковать ну и крит не прошел конечно же перебрасываем туда армию я понимаю что сейчас эти высадятся но защищать миро и у нас вот тут армия есть архивы теперь везде архивы делаем потому что они во первых дают науку вход в нашем случае первый архив одну науку вход но по завершении десять науки в каждом городе нормальненько так нет по ходу не выполним эту амбицию паскоти дака почему-то считается не соединенной надо дорогу дорогу к побережью осы не соединена это выше содержание на вылечу пока так так то у нас 17 приказов вход у рима 27 у греции 25 22 у хеттов блин карфаген и 23 у ассирия ну не так все плохо по очкам мы вон на вровень из греции идем вы еще на сейчас тут армию вот эту мою похерит но то что он обстреливает мечников это хорошо потому что они в лесу так хорошо во время изгнания царица конс блин еще мятежников привела вообще бывает я вот сколько событий не происходили как кого-то изгоняешь он обязательно возвращается с какими-то мятежниками где-то где-то насобирал было такое что его изгнали он такой ну и хрен с ним и пошел гулять убит тот же сон преследовал и вас каждую ночь вы словно в состоянии паралича видели поднимающиеся воды уносящие людей вокруг до тех пор пока вы не оставались в полном одиночестве даже после пробуждения казалось что вода только-только отступила от вашей шеи наконец патриарх анламани герой обратившись к соннику предлагает вам объяснение он заявляет что это послание богов и сны прекратятся ли прекратятся лишь в тот момент когда вы потеряете что-то что вам очень дорого так становится богохульником становится ученым плюс харизма минус отвага целиком погрузиться становится несчастным нет давайте ученым и 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 как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Мне кажется, минус конь, но я надеюсь, что он выдержит. Так, один приказ остался. Надо перебрасывать сюда юниты. Постоянные, конечно, проблемы. Не знаю, имеет ли нам смысл с вандалами мириться, в принципе. Если мы хотим города еще ставить. Ну, по городам... Ну, у Рима всего два. У Хеттов вообще один. У Ассирии четыре. У Карфагена шесть. У Греции шесть. И у меня шесть. А у меня пять. У меня пять. Но мы не можем все равно к Хатусе перебраться, пока у нас корабли не открыты. Ну, в принципе, я бы посматривал на Хатусу и планировал бы ее захватить, но надо сначала с мятежниками постоянными разобраться. Еще какие-то ужасы тут постоянные у нас. Ну, у меня, кстати... А, на свиньях я же могу на плантации... Не плантации эти, пастбище. Хорошо, нормально открываем. Так, мечника хорошо атакуют. Очень-очень хороший ход. Все почему-то разных юнитов атаковали, поэтому все выжили. Это вот царица-консорт порция, которая там мятежников привела к нам, при этом ее мучает постоянная рвота и поноска. Она уже сдохнет, блин. Недавние войны истощили запасы Рима. Царица-фулевая превосходная из Рима. Как у нас отношение с Римом? Угу. Не может начать очередную кампанию. У нас с благодарностью примет любое пожертвование. Вообще, железом мы поделимся. У нас железо дофига постоянно капает. Тут такая механика, что они потом отдают деньгами обычно. Так, свирепые против пехоты. Блин, они так стоят. Нам бы вот этого убить, чтобы, ну, обстрелить этого, чтобы конем его убить, а потом добавить. Ну, как-то не получается. вот из-за этого говна, которое тут стоит. А, он еще и в кустарнике. Ладно, надо тогда это добивать, наверное. Просто вот так сделаем. Так, тут вылечимся, я думаю. Точно так же, как и этим. Просто он в лесу стоит, его очень тяжело бить, как бы то ни было. А, я уже походил этим, блин. Чуть не хватило добить. Ну, и видите, не хватает мне в итоге амбицию выполнять. Это сейчас будет минус пять к легитимности. Кто не в курсе, что это означает. ой, кстати, пастбище следующим ходом могу еще здесь делать. Да, но нам надо сначала армию сюда вот привести. Первый архив завершен. Так, у нас еще есть централизация вассалитет и рабство свобода. Ну, вот это, из этого я ничего не хочу пока. Централизация две, ну, восемь науки будет давать. Можно строить ферму на, ну, ферма на болоте неинтересно. Потребление ресурсов юнитами минус 50 процентов и нахождение за границей потребление ресурсов не увеличивает. Ну, честно говоря, у нас юниты не так уж и много ресурсов потребляют. Я бы централизацию принимал, я думаю. В послах у нас тут никого, хотя Амани Рену может назначить. Чего им тут не нравится с этим ямом? Минус 79, блин. Нам бы верховного советника, чтобы с семьей это и отношение улучшать. кстати, я могу тоже деревню еще одну поставить, потому что легендарным стало, да, давайте вот сюда, хотя тут чудо, это ж вот эта фигня, так, друзья, что-нибудь по чудесам я забыл, колосс, 800 железа, 400 камня, кстати, решаемо, но оно не дает мне бы приказы, во, все города, о, мне Акрополь нужен, 1200, требуется холм, вот Акрополь мне 100% нужен, блин, 1200 камня, так, может, давайте каменолом мне лучше сначала, один приказ остался, поэтому я решаю, наверное, вот сюда надо, или вот сюда, вот сюда мы перейдем, и начнем каменолом следующим ходом строить, 1200 камня надо, ну там еще соцкапитал, желательно не тратить, разглянем, значит, Акрополь требует 300 соцкапиталов, которые есть, главное его не тратить, и 1200 камня, холм у нас имеется, культура, развита у нас тут даже легендарная в Мирое, правда, строиться будет долго, потому что лидер не, не строитель, не строитель, ну странно, почему они все разные юниты, вот они же могли этого мечника убить, а, нет, они убили, так, блин, опять налет около Мироя, ну охренеть, просто постоянный, ну вот видите, не воплотили наследие, поэтому минус 5 легитимность, как я и говорил, животноводство открыли, давайте, наверное, топорщиков, то есть это ап для мечников, штурм, 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 так где-то у нас вот так пастбище тут начинаем эти по пол приказа дает и соответственно такой нашу и здесь должно пол приказа давать чуть не видать что на пол приказа на свиньях на видимо только на еще два приказа на еще один приказ точнее он все равно хочу пастбище тут делать тактик тахарка ученый они будут восстанавливать лучше архивы делать как у нас по армиям с римом аналогично греция сильнее но она далеко хетты аналогично вообще удивлен что у них аналогично с одним городом карфаген сильнее вот карфаген меня пугает еще раз у карфагена 6 городов да у меня 5 чем мироя уже легендарная я знаю что на архивы трачу камень но на архивы надо это делать блин еще там плывут вы прикалываетесь герцог атланерса правильно он же младший брат боится что ему недолго осталось обитатели мироя приглашают вас присоединиться к празднеству в честь их местного культа они рассказывают что много лет назад некий тростниковый человек спас их город и теперь каждый год люди выходят на улице и просят у него заступничество в будущем сама церемония поклонения происходит ночью на невысоком алтаре приносит жертву юного самца оленя а его кровь обогряет священную землю под которой как говорят находится гробница древнего героя так произнести речь то произнести речь нам нужно счастье чтобы добавилась они культура там и так уже легендарная по моему штурм так храбрая все юниты ближнего боя плюс 5 процентов да наверно храбрую возьмем и добиваем а эти двух вылечим вот эти юниты карфагенские здесь гуляющие вокруг что-то меня беспокоят ну город еще вот эти городки еще плюс 25 процентов к силе дают типа как как и любой городской район я думаю вот сюда отступить и вылечиться подводим сюда как-то очень много нападающих ну и восстанавливать надо потому что поломок хотя он может сама острова становится ладно в данном тут не будем что пока поломано добавляет несчастье вот например данном случае видите минус 2 поврежден недовольство минус 2 из-за повреждения я уже могу колосс начинать ну соседства для него никому не надо так 4000 давайте начнем 4457 платим за недостающие камень и железо и 14 ходов строим колосс просто гаун построится ой блин я шакрополь хотел бы сейчас был и полностью уверен еще колосс хочу строить ладно что он дает 20 века 8 культуры расширяет границы невозможно заменить два очка победы это понятно один уровень для новых и ну кстати все таки не так уж и плохо и как я сейчас подумал просто уровень для новых юнитов это очень но акрополь конечно мне более нужный был ладно на акрополь я думаю ну вот до этого мечника должна может только вот этот по-моему добраться поэтому я отошел всех зона контроля я немало урона носят моему юниту пришел в центре города они сначала должны вот убрать полностью защиту города и он даже не может умереть там кстати но вот этот конечно какие-то народы моря прям о мертв царь греции новый чуть получше к нам относится рим перемирия с хеттами дисциплина становится скорбящим поручить да блин все города плюс 40 к несчастью но зато у нас 4 приказа будет 4 приказа так со смертью царя кассандра превосходного из греции правление перешло к царю диодору новому новый правитель не теряет времени на то чтобы заявить о себе отправить к нам вооружённый отряд дипломатов греческие говори запредоявляют нам треб требования вы будете платить дань золотом и металлом иначе быть войне так 23 металла не давайте золотом хотите что-то у нас уменьшилось на самом деле а уменьшился у нас этот был правитель который сейчас только что он брат наш он очень много золота давал придворные дипломаты напряжённо вели переговоры с представителями как хеттского царства так и ассирии но я бы с ассирией улучшал отношения с хеттами я планирую воевать апс за 100 цивиков нет извините тогда ни с кем сэсэби стремится к автономии независимости нет офига себе что за подставы блин к вам с ухмылка подходит на пара и тахарка послушайте далее он перри она пересказывает пошлую и очень подробную поэму о том как вы двое занимаетесь любовью по полную сальных каламбуров скабрезных улыбок и нетривиального применения оливкового масла факультет нетривиального применения оливкового масла так звучит весело если поржал то все надо эту фигню принимать за данность к этим лечимся здесь у нас что тут мы отбились даем пока надо тут вылечить чресло что-то у меня царь в итоге ничего может его в город отправить там где у нас смысл и требуется гарнизон разграбили гарнизон блин кто-то Домик Так, а где у нас Первый такой городок должен быть Вот здесь следующим ходом Думал, лучше будет что-то видно Но нифига Ничего лучше не стало видно В принципе, если не считать Постоянных набегов на нас То вроде даже неплохо идем Греция там хороша Ну тут, конечно, больно нас бьют Столицу Опять он поперся Приносит вести из Рима царица Фульвия Превосходная, мертва Новая правительница Скребония новая Какое мнение о нас Осторожное Царица Массануцы Добрая, мертва Царица Таванна новая Так, наследники есть Все пока путем Со смертью царицы Фульвия И правления Римом Ага Когда ошарашенные возгласы В тронном зале стихают Посланница открывает Истинную причину Своего визита Скребония приглашает вас В дипломатическую поездку По Риму Чтобы посетить земли Новой правительницы Ну вроде нормальные отношения С Римом Можно О, давайте попробуем Пошпионить и выведать Сто науки Это круто Так, тут Подкупим агента Чтобы он снабжал Хеттов ложной информацией Навигацию открыть Фалангу Полесо со спицами Чтобы кавалерию строить Не, давайте лесничество сначала Построим несколько лесопилок Че так слабо А, через реку И тут через реку Нет, тут нет Семья злая Минус, смотри Я не понимаю Почему Семья вот эта злая Когда, блин, атакуют Постоянно город Сиджу Но злые у нас ямы Кстати, надо В мечника еще апать Сто Железа не хватает До топорчика То есть, если топорчик Вокруг наносит урон То есть, мы если вот сюда встанем То двоим Будем наносить Удары Апгрейдить можно Только полностью Вылеченных Поэтому я вот этого Наверное, не могу Проапгрейдить Я поэтому И вылечу здесь Тоже надо сохранить Там за муштру Там апгрейд Не только за Железо Но и за муштру Поэтому не хочу Пока уровни давать Самый дорогой у нас ресурс Сейчас Это камень Сколько стоит Самая дешевая Еда Которые у нас Завались Так что В итоге Это просто Два роста И десять еды Да, ну тяжелый тут Конечно Номероя Нападение Я думаю На этом Имеет смысл Серию Завершить Сможем ли мы Отбиться от Полчь варваров Которые нас Нападают Только в следующей серии Будет понятно Мне Две сети Разграбили Не знаю Как мне Дану Добраться Тупорылых Которые постоянно Генерируют Этих варваров И отправляют Ко мне Просто какой-то Прикол Ну это конечно Лучше чем Как у хеттов Что они сидят Просто Закрывшись Блин Мероя Проблема Большая Но опять же Как я и говорил Будем В следующей серии Уже это Разрешать На этом все Спасибо что смотрели Не забудьте Поставить лайк Написать комментарий Поддержать Как-то финансово Канал Продолжение Завтра А если вы Спонсор канала То сейчас В плейлисте Ссылка В описании В прикрепленном Комментарии Всем пока Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok